Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на таких дорогах мы видим, как мучаются владельцы крутых Е-38. Е-12, 5 литров, ну куда? Тазы обгоняют! У него подвеска там, рычаг стоит по 15 тысяч, наверное, на сторону. А у нас нормальная Нива, которая валит, и все остальное. Скорость 140. Раз в пол, давай, 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 ну, 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 да. Очередная победа. И теперь можно подоткнуть пятую. И сейчас мы будем делать дело. Все, такую скорость мы таким дорогам, интернет, не можем. Мы благодаря, может быть, даже еще и резине можем прям ехать и валить. Все, сам гол не останавливаться, а иначе разгоняться будем опять очень ветер. И так. Сейчас, до того, как мы начнем строить мотор, нам нужно обязательно замерить этот наш замечательный автомобиль Paris Logical. То есть мы в нашем состоянии уже на лифте, на редукторах, на этих же парах будем пробовать разгон этого автомобиля. Так. Два человека в автомобиле. Вот он наш момент истины. Так. Все у нас установлено. Попробую. Кручу до пяти с половиной, потом автомобиль не едет, в принципе. Сто есть. Попробуем квотер на третий проехать. Но думаю, что не успеем. Давай, 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 давай. Но дорога не очень ровная. И стоп. Так. 0,100. 22,4. Это ужас. Насколько мы на данный момент медленные. 22,4. Так, смотрим квотер. 22,6. То есть это мы финишируем 400 метров на скорости почти 100 км в час. То есть, конечно, очень плохо. В общем, основные проблемы у нас на данный момент, конечно же, с мотором. Его надо делать. Потому что это, конечно, не очень приятный результат. Зато у Нивы есть другие преимущества. Это отличная геометрическая проходимость и неубиваемая подвеска. Сам по себе наш моторчик очень дохленький. 4 цилиндра, 80 лошадей, 8 клапанов. Да, в принципе, конструкция сама по себе надежная, но нет мощности. И мало того, у нас очень слабое сцепление, потому что вся нагрузка от полного привода на него. Надо нам срочно поменять сцепление. Мало того, и проблемы здесь с системой охлаждения. То есть у нас сейчас будут два варианта. Либо мы строим 1.9 на Ховке, примерно по такой же конфигурации, как мы строили на Двинаре. Или мы, например, пробуем поставить классическое решение. То есть это опелевский мотор, 2 литра 150 лошадей. Раздатка остается та же, механическая коробка меняется. Но в любом случае, с мощным мотором нам обязательно нужны привода. Потому что слабое место на Нивах это привода. Поэтому привода мы, скорее всего, будем ставить от Audi S8 или A8, скорее всего, от S8. Вот. Блокировки работают, все хорошо. Поэтому у нас, в принципе, мотор, защита есть. Стойки будем менять. Ставим двойные амортизаторы. Мощный свет. Бампера подрежем. И, в принципе, готово. И тут в этот момент, когда ты находишься в невесомости, вот в эту долю секунды ты думаешь о том, как бы хорошо, чтобы отечественная техника не подвела. Так получилось, что у нас был некий перегон, когда надо было газель загнать на трейлер. И я, в общем, сопровождал его на Ниве, чтобы ничего там с ним по дороге не случилось. Ну, естественно, мы как два идиота, как два придурка, начали гоняться по городу со стороны. Люди просто офигели. Какая-то шнива едет с боевой газелью, которая вот-вот может ее на раз-два переехать. И вот у нас опять вот этот дух соперничества, который даже вот на дороге мы опять там зацепились друг с другом. В общем, устроили небольшой трэш в Ульяновске. Заранее извиняюсь перед теми жителями Ульяновска за то, что мы натворили в потоке. Больше мы так не будем делать 100%. Сегодня место УАЗа. Ну, тотального, прошлоэтапного УАЗа, который развалился по частям. В общем, значит, теперь у нас газель полноценная. На этой газели вы уже видели тест-драйв. Я ездил. В общем, она готовится. Обратите внимание, Потапов, Милосердов, это тот самый. Александр! Не громко было? Какие преимущества, значит, этой замечательной газели перед тем замечательным УАЗиком, который был в прошлый раз у нас в Астрахани, благодаря которому мы успешно выбыли из гонки? Значит, преимущества этого прекрасного автомобиля перед тем прекрасным УАЗиком, которым мы ездили в Астрахани и выбыли из гонки. Следующая. Она полноприводная. У нее повышенный... В отличие от УАЗа. Усиленные мосты. Хорошие амортизаторы усиленные. Большие, жирные. И она подготовленная. Представляете, она заводится, едет, и ей ничего не нужно делать. Ну, надеюсь, она доедет. Я тоже на это очень надеюсь. Прям искренне. Потому что мы выступаем в зачете. Как этот зачет называется? Зачет. Полность. Полноприводный зачет. Рейд Спорт. Какие еще соперники, кроме Газели, будут в нашей категории ехать? Прототипы Т1, например, тоже едут в наши категории, у которых просто закончилась амологация. Ну, все. Значит, едет с нами еще вторая Газель, на которой будет проходить обкатку мотор для, я буду называть, супернивы, которая будет. Поэтому сейчас мы тоже ее снимем. Поедем на трех автомобилях. Александр! Александр, говорю, ты в рации, нахера тебе в машине? Сашенька, ответь, пожалуйста. Ну что, ты будешь направляться? Хорошая у меня техническая сопровождение. Слушай, она по городу быстрее, чем Нива едет, да? Конечно. То есть ты у меня шлепнешь? Да. Сейчас попробуем. Александр, ну-ка, покажи, как ты можешь быстро ездить. У тебя идеальный автомобиль. И я гост в пол еду! И я еду в гост в пол! Третья! Внимание, снижай гость. Может быть, мы как-то долбанем шашечки на ней, нет? Маршрутки быстрее ездят. Посмотри, маршрутки ездят быстрее тебя. Давай, давай, рви, 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 Александр, рви. И четырка, четырка сбоку, смотрите. Ой, я ее напьем. Пропустим спортсменов вперед. Здравствуйте! Передаем за проезд. Здравствуйте, а это спортивная машина, да? Это да, да, да. Маршрутка? Да, маршрутка. Быстро возите, да? Подайте, бедный, вон. Нищеброды развели. На взнос не хватает, да? Не хватает. А сколько надо, полтинник? Рублей десять. Рублей десять? Набухаешься же. Давайте. Да он в говно сидит, по-моему, нет? А, он за рулем. А как? Приехав туда, я понял, что мы попали в царство тазов. То есть, это было не так высокомерно, как на этапе России. Это было по-простому. Ребята приехали заранее, очень было много частников. И количество экипажей, которые там участвовали, намного было больше. И видно, что бюджеты совсем другие. То есть, тазы подготовленные, соответственно, сами механики, сами пилоты, они же и продюсеры, и самые главные спонсоры. Все автомобили были достаточно бюджетные. То есть, ну, в 250-300 тысяч рублей, там, спокойно мог укладываться любой таз. Причем, ездили на тазах, на четырках. Я опять окунулся на вот это вот, знаете, состояние тазоведения. Итак, в общем, мы приехали в лагерь перед гонкой. Нива отлично себя вела на убитой дороге. Тут раллиный двинарь на ксеноне. Представляете, раллиный двинарь, тонированная лобоуха и ксенон. Это просто фантастика. Это Ульяновск. 1.6, 124-й мотор. Валах? Нет, валы стандартные. А впуск? Впуск, ресивер. Он сейчас кукет более короткий. А выпуска? 4.2.1? Да. 51-я труба. На блокировке, да? На блокировке. Седьмой ряд? Седьмой ряд. Ориентировочно, когда прошивали, показал 106 лошадиных сил. Ну, это нормально. Ну, этого достаточно для холмов, чтобы убеждать. Ну, да, да. Самое главное, подвеска еще. Подвеска, да. И не разложится. Правильно. Ну, что, берешь? Тут достаточно интересно. Какая-то своя тусовка, какая-то атмосфера такая. Вот эта восьмерка, что там? Апелевский движок там, двухметровый. 150, да, вот этот вот? 150 чего? Лошадей. Ну, стоки, да. А как его там, что, валы поменяли? Что с ним? Нет, у него просто токовый. Мотор стоковый, короткий. Это офигенный вариант, кстати. Машина Елисеевская, кстати. И УАЗ, видите, как огородились от всех буханками. Они стоят особняком. Вот буханки стоят. Вот этот вот, их замечательный раллиный УАЗ. Слушай, ну, завтра можно будет ехать уже как-то вот, наверное, в полную силу. В полную силу ехать, к сожалению, не получится. Потому что конструктивно у нашего автомобиля очень низкая максимальная скорость. Это где-то 130-130, ну, в общем, 137 км в час. За счет этого мы можем уступить на прямяках. Если будет много кочек грязи, попробуем отыграть там. Слушай, ну, тут же тазы могут порвать всех, если будет сухо. Тазы, ни один из тазов не доедет. А-а. Я бы в силу тазов бы, как бы, не сомневался в этом. Тазы валят, ты знаешь? Тазы валят и теряют колеса. Как у вас там в Москве? Не знаешь, что такое тазы валят? Знаю. Знаю, знаю, что тазы валят. Я бывший тазовод. И у меня есть Нива, я тоже тазовод. Но Нива это не совсем таз. Нива это не Нива. Нива это не Нива. Нива это не Нива. Ну ладно, в общем, сейчас все тут будут заниматься различными вещами. Кто-то будет готовиться к гонке, кто-то будет пить, кто-то будет есть. В общем, все готовятся к гонке по-разному. Да, самое главное, завтра у нас будет большой гоночный день. Так и так, всем привет. Нива, ночь прошла замечательно, весело, пока гонщики собираются. Мы тут организовали в багажнике нашей замечательной Нивы импровизированный завтрак. Все, что мы смогли купить в местном, мы в замечательном магазине, солнечный. Мы находимся в районе Радищево, это в Ульяновской области. Здесь абсолютно нет никаких кафе, баров, ресторанов, естественно. Поэтому Нива нас спасает. Очень удобная полка. У нас можно разложить все, что угодно, любой стол накрыть. И вот эта замечательная дверь нас защищает от дороги. То есть тут у нас такая образовывается мини-комната. Хорошая сегодня погода. Сегодня будет сухо, будет все хорошо. Поэтому сейчас мы быстренько позавтракаем. Ну, из того, что мы смогли купить здесь. Вот. И уже отправимся к нашим ребятам обратно. Основная суть в том, что машин мы не видим, но пыль появляется, и по ней мы можем отлично сказать, что какая борьба идет. И вот Потапов, обратите внимание, и не видно в пыли нифига ему. Смотрите, какие кадры. Офигенно. Едь, едь, едь. Пишем? Да. А-а-а. Пока лучше не разговаривать, я думаю, с ним. Пусть немножечко качка, знаете, там, моторные всякие вещи. Короче, очень жестокий тайминг. Пока непонятно, но говорит, что очень сильно мешали и не пропускали, а вариантов для обгона не было. Тем временем, когда мы играли, в общем-то, играли с Нивой, мы попробовали снять Газель со стороны. То есть то, как мы будем делать это в боевом режиме. И, соответственно, я попробовал в боевом режиме, я подкараулю Потапова на участке, когда он, ну, ехал к своему очередному первому месту, потому что соперники были не очень серьезные. Он с легкостью выиграл этап, но я подкараулил его на последнем спецучастке и прям ход-ход раз за разом прям ехал за ним и абсолютно не уступал и снял вот такие вот эпичные кадры со стороны. Короче, значит, мы в Волгограде, я не стал два дня, постоянно в разъездах, в дороге. Сейчас идет регистрация на очередной этап Кубка России по ралли-рейдам. Здесь Супротек вообще абсолютно везде. Машину вчера собрали, Ниву, их Супер Ниву, за три дня, машина была, каркас ее собрали и все, она поехала, у нее работают фары, у нее есть все документы, она сама проехала 800 километров, прошла обкатку. И самое интересное, пошлите, я вам покажу. Так, всем стоять. Опа! Опа! Вот, вот это я понимаю. На расширителях, я думаю, год примерно у нас. 96-97, перекрашенные полностью, колеса не по фэн-шую, решетки БЭП, ну ладно, в общем, неважно. Итак, прежде чем подойти к нашей Ниве, я бы хотел показать вам, кто у нас здесь будет гоняться в полустоковом, так скажем, классе. Итак, у нас Land Cruiser 80-ка, лифтованная на колесах. У нас Land Cruiser 200-ка, лифтованная на колесах. У нас 100-ка есть, замечательная, тоже лифтованная на колесах. Chevrolet Tahoe здесь, этот зеленый, это явно какой-то, какая-то не спортивная автомобиль. Легенда просто, легенда, легенда. Тоже Cruiser 70-ка. Идем дальше. Что у нас тут? Toyota, Toyota, Hover, что, где у нас еще Toyota? Все, Toyota закончились. В общем, здесь приобретают, преобладают два вида автомобилей. Там тоже стоит Toyota. Все здесь ездят на Toyota. Это либо Ford Raptor, либо Toyota крузаки. Все. И там за очередным крузаком, я ее не посчитал, стоит, в общем-то, скромненько, моя бюджетная, скромная Niva. Суть в чем? Суть в том, что, к сожалению, я не успел заснять момент переделки мотора. В общем, мотор сняли, сейчас я вам все покажу, поменяли колено, поставили ковку, и она сюда приехала своим ходом, я, к сожалению, был не за рулем, один из членов команды ГАЗ Рейспорт ее пригнал. Она прошла 800 километров, но это нормально. И сейчас я вот в первый раз, вот мне даю ключи, вот, пожалуйста, сяду за руль этого автомобиля, и мы посмотрим изменения мотора. Основные. Значит, по конфигурации у нас стоит 1.8, поменяли колено, кованая, поршневая, теперь у нас мотор объемом 1.8, ковка, теперь крутиться он должен веселее. Пока у нас стандартный ресивер, пока у нас стандартный выпуск, даже оставили катализатор, поменяли голову, расточили, поставили увеличенные клапана и прошили. В принципе, теоретически, но сколько у нас здесь сейчас стало мощности, на стенд не загоняли, так сложно сказать. Сейчас посмотрим, по звуку изменилась ли она. Вообще, тот, кто гнал, сказал, что едет она получше. Сразу же надо этот автомобиль. Тот, кто гнал эту машину, естественно, всю дорогу грыз семечки. Как же иначе? Попробуем завести. Никаких. Ну, вроде, выкручивается повеселее. Но звук все равно пока неприятный. Вал сток. Пока вал стандартный. Сейчас мы попробуем проехаться и уже замерим разгон до 100 и, может быть, визуально я попробую понять, хотя бы как-то физически, лучше она поехала или нет. Вот. что-то она как-то, я не знаю, но разницы особо я не вижу. Сейчас, конечно, попробуем посмотреть разгон. Вроде бы крутится веселее, но вот так вот, чтобы прям чувствовать разницу. по динамике очень напоминает стандартный ТАС. Калину или Приору. Пока что-то в этом роде. Но нет интересного подхата на верхах абсолютно. Может быть, это складывается от того, что коробка у нас немножечко все-таки короткая, но ощущение, что получше поехал. По крайней мере, мотор легче дышит. Вот. Поэтому сейчас попробуем замерить автомобиль, а потом попробуем погонить по бездорожью и понять, насколько нам новый мотор поможет преодолевать затяжные подъемы. Итак, ну что, настал тот момент. Сейчас мы замерим разгон до 100 и посмотрим, была ли разница. К сожалению, потеряли шнур от Рейс-Лоджика, ну как всегда вот эти переезды. В общем, в прошлый раз, если вы помните, разгон до 100 у нас занимал 20 секунд. Я думаю, все-таки до конца вот этого поворота, не, хотя не успеет разогнаться. Ну ладно, посмотрим, давайте. Так, завели, температура в норме. Естественно, бросать сцепление на Ниве не очень правильно, потому что будет затык. Мощности, к сожалению, у нас пока не так много, поэтому пробуем. и так, ну давайте еще раз. даже пробуксовка была. Затык на третий. Или это пятая. нет. Ну в общем, 100 было. На третий, третью выкрутили, было 100. Ну не знаю. Волгоград, конечно, был очень насыщен событиями, потому что в первый раз нашу Ниву собрали, она должна была выезжать. К сожалению, она выезжала на прошивке обкаточной, то есть там было всего 100 лошадей не на своих родных амортизаторов, но смотрелась она очень круто и эпично. тест-драйв, кстати, этого Нивы я уже сделал и что у нас получилось, вы увидите, скорее всего, в следующей серии. Подробно я вам скажу все-таки, потому что после того ажиотажа было очень много вопросов, что, где про эту Ниву, поэтому если кому-то интересно это Супер Нива, как она создавалась, то вы можете пройти, каналы будет в описании снизу. И, конечно же, второе событие, которое было очень всем интересно, это гонка блогеров. Гонка блогеров в равных условиях. Я очень надеялся, что с нами поедет Потапов на эту гонку и он показал бы время, на которое нам стоит ориентироваться, знаете, как стик в топ-гире, когда вот они там втроем гоняются, стик проезжает круг на время и мы бы все ориентирулись. И я тогда планировал перебить время Потапова, но, к сожалению, он стартовал в 5 утра или в 6 утра и мы не смог он принять участие в наших соревнованиях. Но получилось так, что на одинаковых машинах я ездил одну и ту же дистанцию с блогерами. Мы участвовали на одинаковых визуальных автомобилях, то есть это два Mitsubishi Pajero одинаковых ролиных на каркасе. Участвовали как и автоблогеры и мотоблогеры. Я сначала представлял гонку блогеров не так. Думал, какой-то будет там картодром, знаете, там. Все достаточно сложно и как бы для новичка. Я понимаю некоторых ребят, которые сначала отказывались вообще ехать по этой трассе. Потому что было пару поворотов, которых я тоже не знал, как... То есть ты проезжаешь поворот иногда и ты не видишь, где он заканчивается. То есть там были достаточно интересные моменты. С самого начала все прекрасно поняли, что автомобили разные. Причем это не было видно в соревновании, когда мы просто ехали прогревочные круги, но когда оба автомобиля проехали одинаковое количество кругов, мы поняли, что черный ездит абсолютно намного медленнее, чем синий. В общем, в первый заезд я проехал всего лишь секунду, уступив синему автомобилю. Когда я из него вышел, я сразу сказал, что кроме меня на эту горку больше никто не заедет, потому что я заехал на пределе и я просто не мог себе представить, что на эту горку заехать больше никто не может. То есть и так и получилось. потом за руль садились и профессионалы и водители, но так ее больше штурмануть никто, к сожалению, не смог. Все же самый интересный момент был тогда, когда был первый круг, то есть мы стартовали, ехали по одному кругу, стартовали в разные стороны, и соответственно, чтобы визуально показать, кто приехал быстрее, мы возвращались к тем же точкам. И какое было мое удивление, когда я приехал почти секунду в секунду со своим соперником. И я вышел, либо я настолько плохо езжу, либо что-то не то с автомобилями. То есть это было одно из двух. Потом, когда я понял, как легко запрыгивает туда синий Pajero, естественно, вывод был такой, что автомобили по удельной мощности совершенно разные. Либо были какие-то технические проблемы с Pajero, но в итоге после этого на горку так и никто не заехал. пajero. Пajero. Да, забыл сказать, гонку блогеров я выиграл. Ну, что, в принципе, все предсказывали. Ну, вы знаете, что? Конечно, я очень боялся проиграть. Потому, что, когда все от тебя ждут победы, ты выигрываешь как бы это нормально. Ну, конечно, а кто же еще? там даже как никто не уйлся. А вот если ты проигрываешь, вот из этого бы сделали, конечно, какую-то суперновость. Как так? Или тот, кто меня выиграл. Я объехал. Антон говорит, как круто. Ну, самое интересное, что второе и третье место заняли мотоблогеры. Очень хорошо выступила Лиса рулит. Елена Лисовская, она тоже, кстати, забралась на эту горку. Второе место занял Скутерец, третье место, по-моему, Артем Болдырев. Поэтому я был единственный, кто был в тройке из автомобильных. Я пробовал на Шниве атаковать эту горку, но не тут-то было. Никакие блокировки не помогали абсолютно. Мотор грелся и, в общем, все было печально. Но и энергоемкость подвески, конечно же, опять меня удивила. К сожалению, особого эффекта новый мотор, новый низ не дали. Александр, что насчет Нивы? Показывай, рассказывай, что получилось. Получилось Нива. Так, это нифига не Нива. На сколько процентов она реально сейчас готова? Процентов наверное уже на 30. На 30? Да. Почему не необычный бампер? Почему от Урбана? Это же не очень потребляет. Вот обычная же рейка здесь намного лучше в этом. Алюминиевый бампер намного лучше бы смотрелся. Мы выбирали. Что было, то и лепили. А это что за колхоз? Все равно согласись, автомобили очень много внимания вызывают. Согласись, это просто. потому что это гоночный автомобиль остальные все какие-то самоделки. Нищебродские. Да. Сколько сейчас эта Нива обходится по деньгам в итоге? Ну где купите? Дешево? Дешево. Действительно доступно вся информация про эту Ниву если вы хотите посмотреть какой устроили на канале ссылки по ссылке снизу. Здравствуйте дорогие друзья. Вот собственно говоря наш автомобиль о котором мы говорили это медийный проект наверное единственная рамная Нива с длительным мотором которая поедет ралли марафон Шелковый Булк. Волгоградский ТАП был очень сложный потому что из 40 машин приехало только 19 был очень сложный этап самое главное самое интересное конечно же финишировала наша Нива но в каком она была состоянии это просто от ас У нас вообще все хорошо Ну это видно по машине да Так бодро заехал что я думаю все хорошо Ну все хорошо У нас амортизатор один оторвало в принципе должен был отвалиться мы на это рассчитывали просто было интересно когда То есть у вас была тактика и вы ее придерживались Да у нас была тактика и мы ее придерживались оторвали амортизатор чтобы его поменять исходя статистике он должен был оторваться потому что стандартный амортизатор напрямую пробовали подключать я даже не знаю кто в этом виноват не работает идея в чем один коротнул мы замеряли а поскольку они все были на одной релюшке оба сгорели то есть как бы конструктивно не успевали сделали на скорую руку и была печаль Ну это не серьезные повреждения то есть мотор коробка в порядке все нормально Мотор не в порядке у нас Ну это да он пока едет на автобусной прошивке нифига не едет я видел как ты преодолеваешь Короче Нива Шнива пока быстрее валит даже Конечно После этого финиша мы примерно поняли что автомобиль собрали с нуля он преодолел своим ходом расстояние из Ульяновска до Волгограда проехал боевой спецучасток и у него всего лишь навсего ну как всего лишь навсего сломался один амортизатор и заклинили и заклинили радиаторы и все то есть вот проложили проводку ровно за 5 часов и никакого глюка я был поражен что автомобиль действительно хорошо собран но мои прогнозы были намного хуже и что мы выходим на финальный этап прямой перед основным стартом шелковым путем никто не знает нам вообще дают прогнозы что мы сойдем после второго дня в следующей серии у нас будет огромный эпичный тест драйв супер нивы ну а потом все финишная прямая уже старт старт и никто не знает чем все это закончится темно это у нас будет все это Продолжение следует...